Как известно, этой весной концерн General Motors ушёл из России, прикрывшись формулировкой о расширении при остановке. А теперь появились подробности, что заодно американцы прихватили с собой и лицензионные машины узбекского производства. Как сообщает газета Авторевью, заокеанский автогигант ввёл строжайший эмбарго на любые поставки машин на территорию России. Нарушение грозит государственному заводу Узавтомоторс самыми серьёзными санкциями, включая возможность блокировки конвейеров. Впрочем, для среднеазиатского автопроизводителя потеря российского рынка не станет серьёзной трагедией. В последние годы Узавтомоторс успешно переориентировался на внутренний рынок. По официальным данным, в прошлом году силами трёх заводов — Высаке, Ташкенте и Пятнаке — было выпущено 237 тысяч автомобилей. Из них только 29 тысяч отправились за границу, причём львийную долю поглотила не Россия, а Казахстан. Похоже, что российский импортер, фирма «Келес Рус», вообще прекратил всякую деятельность. Его официальный сайт заблокирован, горячая линия отключена, а дилеры уверяют, что импортер перестал отвечать на запросы своих партнёров. В итоге у продавцов скопилось множество вопросов по поводу поставок запчастей и гарантийного ремонта, на которые нет ответов. Между тем, в самом Узбекистане скоро начнётся новая эпоха автомобилестроения. Во всяком случае, её анонсировала сама компания Узавтомоторс, предваряя скорый запуск главного конвейера после серьёзнейшей модернизации. Так в Асаке через несколько недель стартует производство современных моделей Chevrolet на свежей модульной платформе GEM. А первым на конвейер встанет компактный кроссовер Chevrolet Tracker. Эта модель — одноклассник Hyundai Creta и Renault Captura. Притом среднеазиатские СМИ обещают очень интересные цены. В переводе по официальному курсу от 1 до 1,5 миллионов рублей. Уже обещана высокая степень локализации, которая составит не менее 50%, а также баснословные инвестиции на уровне полумиллиарда долларов. Ещё 200 миллионов потрачены на производство турбомоторов. Следом за трекером планируется освоиться платформенный седан Onyx. Оба они наверняка приглянулись бы российской публике. Но повторим, в отношении России экспортные планы были полностью отменены. Попутно напомним, что вот уже почти год компании Узавтомоторс рулит небезызвестный россияна Бу Инги Андерсон. То есть бывший президент нашего автоваза, при котором были запущены Лады, Калина Кросс, Веста и Икс Рей. Продолжение следует...